Hello. Тема сегодняшнего занятия MFUnit28 – это модальные глаголы must и can't. Can't. В чем разница? Must – это уверенность, а can't – это слабенько. My house is very near the middle of the way. It must be very noisy. Мой дом очень близко к автостраде. 100% там очень громко. Это по логике. You can use must to say that you believe something is certain. То есть must используется, когда вы железно уверены. В многих компьютерных журналах любят писать must have, то есть реально надо купить. You have been traveling all day, you must be tired. Ты целый день путешествовал, конечно, ты уставший. 100%. Потому что забегали. Traveling is tired, you've been traveling all day, so you must be tired. То же самое проживаются по-английски. Jim is a hard worker. Jim, you must be joking. He doesn't do anything. Jim – трудолюбивый сотрудник. Jim, да ты шутишь. Причем в смысле прикалывайся. Да он ничего не делает. Carol must get very bored in her job. She does the same thing every day. Carol должна быть очень скучна на своей работе, потому что она делает каждый день одно и то же самое. I am sure Sally gave her phone number. I must have it somewhere. Я точно помню, что Sally мне дала свой номер. Он у меня где-то есть. You can use can to say that you believe something is not possible. То есть can и can't – это имеется в виду маловероятные события. Must – оно самое упертое. Оно как танк. You have just had lunch. You can't be angry already. Ты только что имела lunch. Ты голодна сейчас. Обычно люди после того, как поели, они не голодны. Ну, если человек обжорок, кто его знает, то могли бы через мастер выразить. Но поскольку через кант – это имеется в виду соображение житийской мудрости, здесь нету прямых достоверных данных. They haven't lived here for very long. They can't know many people. Они здесь не жили долго. Они не могли знать много людей. То есть, смотрите, если эти люди очень коммуникабельны, то они могли и за день со всеми познакомиться. Ну, тут имеется в виду, ну, в принципе, по логике они не могли всех знать. Выучите структуру. I, I, you, 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 you. Must, can't – не склоняется. То есть you must be tired. Это значит, вы должны быть уставшими, либо ты. Смотрите по контексту. He must be hungry – он голоден. He must be at work – он на работе. Через кант можно сказать. I can't be doing – я не могу делать. I can't be going – I joke and shoot it. То есть I can't do – не понимаю. I can't get. Get – не только доставать, но и в смысле понимать. То есть can you get it – в смысле вы схватываете суть вопроса. И следующее. You must have, ну, скажем, PC – компьютер. Понятно, все должны иметь компьютер. Пункт B. For the past you must have and can't have. То есть must – это модальность в смысле отношения. Have – это за прошлое. Еще указано в done. Так же само через can't. Study this example. There is nobody at home. They must have gone out. Никого нету дома. Они точно ушли. Почему? Потому что стучат в грюку – это эффект нулевой. Martin and Lucy stand at the door of their friend's house. Martin и Lucy стоят прямо сейчас перед дверью их друзей. They have run the doorbell twice, but nobody has sons. Lucy says they must have gone out. Они дважды позвонили в дверной звонок, но никто не ответил. Lucy говорит – они точно вышли куда-либо. I didn't hear the phone. I must have been asleep. Я не могла услышать телефон, наверное, то есть я точно спала. Ну да, когда мы спим, то мы ничего не слышим. I have lost one of my gloves. You must have dropped it somewhere. Я потеряла одну из моих рукавиц, таких шикарных, красивых. You must have dropped it somewhere. То есть ты точно уронила ее дева. Sue hasn't contacted me. She can't have got my message. Susan не контактировала со мной. Она точно не могла получить мое сообщение. Но это как взаимоисключающие параграфы. Либо одно, либо другое. Поэтому через can't. Tom walked into a wall. He can't have been looking where he was going. Том врезался в стенку. Тут вошел. Ну понятно, что войти в стенку нельзя, в смысле удариться. He can't have been looking where he was going. Он не смотрел, куда он и шел. Поэтому, собственно, и ударился. Study the structure. Выучите шаблончик, с которого говорить. I – это я, you, he. Полный оборот так. I must – модальность, have – за прошлое. И видите, третья форма. То есть, I must have been, ну, asleep. Я должна была быть спавшей. I must have been at work, на работе. Так же самое можно сказать. He must have been doing. Он что-то должен был делать в прошлом. Дальше. He must have been looking. Он мог смотреть. You can't have gone. You can't have gone. То есть, вы не могли сделать. You can't have got – вы не могли получить. Или, you can't have known – вы не могли не знать. You can use could have instead of can't have. Можете использовать couldn't have вместо can't have. Sue couldn't have got my message. Susan не могла получить при всем желании мое письмо, потому что здесь указано Sue. Это имеется в виду, что она не могла получить сообщение в связи с тем, что мы не контактировали. Tom couldn't have been looking where he was going. Том не мог не смотреть, куда он шел. Все. Я хочу спать. Я хочу спать. Ты. КОНСТРЕЛ